О, мы в эфире. Так, Мариночка, тебя не видно? Ты наоборот поближе сюда. Сидись. Подвигайся. Ребята, всем привет! Окей. Я вас не вижу. Помашите ручкой. Скажите, как нас видно. Слушай, очень далеко. Не могу ничего прочитать. Ты видишь? Я вижу, да. Как нас видно нормально? Я сама вижу, как я себя вижу. Скажите, как нас слышно. Нормально или нет? Так, мы сейчас подождём. Да, привет, привет. Девчонки со мной. Веселушки, классные. Мариночка. Ириночка. Меня все вы знаете. Так, у нас сейчас была дискуссия. И мы где-то час, да, наверное, два. Проводили работу над своим сознанием. То есть мы брали то, что сигналит нам сейчас мир и перекладывали на наше сознание, чем мы это создаём, почему это хорошо, как это использовать. То есть нам нужно всё перевести в любовь, всё, что мы в себе убиваем, всё, что мы в себе не признаём, отрицаем и не видим. Да, мы должны перевести в нашем сознании в то, что созидает, в то, что гармонично со всем миром взаимодействует. И тогда наша реальность может поменяться, и мы не пойдём по тому сценарию, как каждые сто лет зачистка полная. Итак, всё, народу там уже больше 45, да, по-моему, вижу. Можно начать. 49, да, 50. А они будут задавать вопросы? Нет, я не увижу, что они. Мы просто будем дискутировать, мы не будем обращать на вас внимания, вы просто послушайте, о чём мы будем говорить. То есть читать вас всё равно вот отсюда я вообще не вижу. Я тоже не вижу, к сожалению, что… Нет, нет, не вижу, однозначно. Да, мы будем просто общаться втроём, а вы послушайте. Мы начали с того, что нам сейчас сигналит мир. Первое. Нас хотят сделать цифровыми рабами. Что это может обозначать, да, чем это вызвано в нашем сознании, как это использовать, почему это хорошо, что такое цифровой раб и так далее. Вот, и тут этот вопрос разбивается уже на много-много под вопросом. Первое, давай, Марин. Нас хотят сделать рабами, потому что мы сами являемся рабами. Это отражает нашу реальность. Да, отражает нашу реальность. Мы рабы. Первое. Потому что мы не берём на себя ответственность. Правильно? Да. Это ситуация сейчас, которую мы видим вовне, как игра. Представьте то, что вся ваша реальность, которая вокруг вас, это просто игра. Это такой некий квест, который вы должны пройти и чему-то научиться. Вот сейчас наша реальность нас учит, чтобы мы научились брать ответственность на себя, не перекладывая её на других. На свою жизнь. Да, мы всё время, что делали? Пытались найти людей, которые за нас что-то сделали. Что-то сделали, что-то решат, да. И также мы являлись рабами обстоятельств. Мы являемся рабами материальными, рабами благ, рабами... Денег. Денег абсолютно. Мы зависим от того, сколько у нас денег, какие у нас есть часы, какие у нас есть машины, где мы живём и так далее и тому подобное. И вся эта реальность сейчас отражается в нашем сознании. Чему мы должны научиться? Должны радоваться тому, что есть, радоваться природе. Да, мы забыли о том, как радоваться... Простым вещам. Кем мы являемся на этом смысле. Мы сейчас отбираем у себя солнце, воздух, воду, путешествия, да. Возможность собираться вместе, возможность выбирать. Да. Мы забираем всё, чем мы не пользовались до этого. То, что мы не замечали. То, что мы не замечали, что вокруг нас есть прекрасные люди, есть много стран, в которые можно полететь, отдыхать, посмотреть. Мы это всё забыли, закрыли в своих коробках. Живём какими-то стандартами, без свободы выбора. Хотя нам кажется, что у нас есть свобода выбора, а на самом деле её нет. А мы потому, что на себя её и не берём. Мы слушаем другие, смотрим зомбо-ящик, да, и верим, что там говорят. Да, 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 да. И действуем так, как нам диктуют. И сейчас в реальности мы будем действовать так, как нам диктуют. Давайте в примерах. Давай в примерах. Почему я хочу предложить в примерах? Потому что, когда мы говорим о каких-то фразах, чтобы было понятно в конкретном примере. Я приведу пример с кофе. Давай, давай. Давайте. Про ответственность. Что такое ответственность? Допустим, я сегодня пошла в торговый центр, внимание, и спросила у девочек. Девочки, я хочу кофе. Вам купить кофе или не купить кофе? Они говорят, хорошо, нам купи кофе. Принеси нам какое-то кофе. Какое кофе? Непонятно. Я ушла. Я стою на кассе и думаю. Вот смотрите, они мне сказали, что сделать, но не сказали, какое кофе они хотят. С молоком или не с молоком, и какой размер кофе они хотят. Они мне не сказали. Внимание, друзья, смотрите. Я приношу им, то есть я смотрю на свою реальность. Я хочу сегодня кофе, размер М, медиум, и хочу сегодня американу. Естественно, я заказываю три американу и приношу им. Насколько они были недовольны. Особенно Нелли. Почему она недовольна? А почему ты принесла кофе размером медиум? Я хотела кофе размера С. И почему, значит... Там много воды, он невкусный. Он невкусный, там много воды. Ты знаешь, что кофе делается, значит, стандартно, как эспрессо, а потом добавляется вода. И в конце-то концов, почему ты этого не спросила? Я говорю, знаешь что, дорогая Нелли, значит, если ты мне не сказала, что мне тебе принести, поэтому ответственность я беру на себя. Мы видим твою реальность, ту, которая тебе нужна, мы оказались в той реальности, которая нужна тебе. И я взяла за неё ответственность и принесла то кофе, которое я считаю нужным. То есть она будет потреблять именно тот продукт и то кофе, который я посчитаю для себя, чтобы ей было лучше. Потому что я не сделала ни одного тела движения, чтобы хотя бы обозначить то, что я хочу. Получается, она будет довольствоваться только тем, что я подумала, что я хочу. Понимаете? То есть я за неё решила. То есть в итоге что получилось? Она пьёт не вкусный кофе, не правильного размера, не тот кофе, который она хочет. То есть она обобщила, перенесла на меня ответственность, чтобы я купила, я её купила, она сидит недовольна. Вот таким образом мы всю жизнь перекладываем ответственность на других людей. А потом мы почему-то обвиняем Ирину то, что она принесла неправильный кофе. Вывод один, друзья, вывод один. Если вы хотите довольствоваться той жизнью, которую вы хотите, вы должны взять на себя ответственность. И в этом случае вы не будете довольствоваться тем, что другие для вас что-то делают. А вы возьмёте и будете делать то, что вы хотите. То есть вы не будете, извините за выражение, хавать то, что вам подсунут. Вот и всё. Смотри, вопрос у меня возник теперь по поводу завтрака. Я взяла и приготовила для вас завтрак. И он вам понравился. Понравился. Получается, вы передали ответственность человеку, который смог угадать ваше желание. Или, как сказать... Другая сторона уже. Другая сторона. То есть можно доверить всё-таки ответственность тому человеку. Но тогда без ожиданий и без претензий. Да. Да. Вот это главное. Анелия предъявила претензию. То есть она должна была... Вы должны... Что такое осознанность, да? Вы должны понимать, что если ты передаёшь эту ответственность... Окей, я передаю ответственность. Тогда будь готов получить. То, что... И принять что-то новое, что для тебя... Ну, новое. Опять-таки, получается, мы не порадовались новому. За нас сделали выбор. И мы вместо того, чтобы порадоваться, что у нас вообще есть этот кофе, мы его пьём и сделаем ни одного движения, находясь дома. Это про ценность здесь и сейчас, то, что у нас есть. Выпили ворча этот кофе, что он не такой разбавленный, огромный. Но вместо того, чтобы поблагодарить Ирину, сказать ей спасибо. Ирочка, благодарите меня, пожалуйста. Да-да-да-да, мы вместо этого начали недовольствоваться тем, что мы имеем, и, соответственно, на реальность наша... Наша реальность и показывает вот тем мелочам, к которым мы привыкли каждый день, насилуя себя, насилуя свой организм, насилуя свой мозг. Мы вот так вот своим мышлением, мы творим ту реальность, которую мы наблюдаем. Каждый раз, делая какой-то выбор, выбор в пользу перекладывания ответственности, агрессии, вины другого человека, стыда, непроявления себя, а вдруг что-то они там подумают. Когда мы засовываем свой язык в одно место, мы всегда получаем хрень. Получается, если мы сейчас не будем ценить время друг с другом, то в скором времени мы все... Мы не сможем видеться. Ну да, мы разъедемся, и нас... Да, поэтому если мы хотим видеться и оставаться здесь, нам надо с благодарностью каждый день просыпаться и говорить спасибо большое за этот день. Что я вообще проснулся, а кто-то не проснулся. Да-да-да, и тогда, возможно, реальность вокруг нас, она начнет каким-то образом меняться. То есть, получается, нас сейчас хотят купить, да, если мы получим товарный код, мы будем вещи, у нас можно продавать, покупать, там, на органы, или еще какие-то страшные вещи, вот. Почему мы хотим стать товаром? Потому что мы себя, это уже другой вопрос разбираем, мы себя продавали каждый день. Да, в отношениях, на работе продавали за то, что нам не нравится, за какие-либо материальные блага, уважение и так далее. То есть мы обменивали себя на что-то, не хотя этого, находились в товарных отношениях. Сейчас в этом квесте игры, в которую мы с вами играем в этой реальности, нужно научиться по-новому действовать, продавать себя не за что-то, что мы, извините меня, пожрем, спустим в унитаз или за лишнюю выпендрежь, за лишнюю какую-то выпендрежь или еще что-то. Мы должны тратить, вернее, даже не тратить время, как это сказать, не тратить время, использовать свое время, проводить время, да, на те вещи, которые нам нравятся. То есть мы на своей работе должны созидать энергию, получая удовлетворение от проделанной работы. А энергия — это и есть то движение нашей жизни, где мы живем, а не останавливаемся и умираем. То есть мы на работе сейчас тратим энергию, тем самым себя убивая, а мы должны пересмотреть свои ценности и продавать, не продавать свое время, да, а давать свое время, проявлять свое время, которое созидает ваше творчество, которое вам нравится. То есть пересмотрите, если каждый сейчас осознанно это начнет понимать, то нас не будут хотеть внешние какие-то обстоятельства покупать и продавать, пока вы сами лично не перестанете себя покупать и продавать. Дальше. Мы, помимо того, что продаемся, мы еще и других покупаем все время. Да. В каких местах? Ну, когда у нас есть какое-либо преимущество финансовое, моральное преимущество... Где мы сильнее. ...осознание, да, осознанность. То есть у меня осознанность выше, соответственно, я могу пользоваться людьми, у которых осознанность на уровень ниже. И это не является правильным. Я могу только во благо давать свой опыт и учить, но ни в коем случае не пользоваться этим. Не использовать людей. То есть действовать через любовь, а не через использование. Я люблю тебя, поэтому я тебе расскажу. Смотри, можно не нервничать, можно питаться правильно, можно спать больше и так далее и тому подобное, и ты будешь счастлив. Но не манипулировать ни в коем случае. А если манипулировать, то только во благо человеку, не в... Да, 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 да. Про манипуляцию. Сейчас весь мир пытается нами манипулировать. Абсолютно точно. Насильно. Насильно манипулировать. Так, мы каждый день, от часа к часу, от минуты к минуте пытаемся манипулировать всеми. Друзьями. Абсолютно. Ну ты же друг мне, ты же должен. Мужем, женой, детьми. Я чего тебя просто так рожала, что ли? Давай иди там вот это вот делай. То есть мы все время пытаемся манипулировать всеми. На работе, в семье, неважно, да, манипулировать рекламой, чтобы продать свой никчемный товар, который абсолютно не нужен, разрушает. Да, мы ни хрена ничего не создаем, но зато... Люди вообще мастера манипуляции. То есть у нас много, много людей, у многих людей общение завязано на манипуляции. Мы забыли, что такое попросить. То есть я могу прийти к тебе и сказать, Нелли, ты знаешь, у меня там, не знаю, плохо себя чувствует, ты могла бы побыть со мной. Я могу сделать так, а могу расплакаться. Надавить ножом. Да, расплакаться. И заставить. И сказать, все, все. Вы меня не любите. Вы меня не любите, да, да. Многие родители так делают, манипулируют своими детьми, и все, у меня тут сердце схватило. Помните, когда у меня был вопрос личного характера, я приходила и спрашивала, скажите мне, я не понимаю. Скажите, дайте мне совет, я хочу знать, я хочу вас слышать. Это одна история. То есть я честно открыто к вам пришла, я не сманипулировала, не психовала, не уходила, не закрывалась. Но ты попросила. Я попросила, я была открыта к вам, я открыта к вашим советам. И вот это важный момент. Если мы хотим, мы можем попросить, мы забываем о том, что нам не нужно. Если ты хочешь получить время, ты можешь просто попросить, и тогда тебе не можно болеть. То есть, когда ты можешь попросить помощь, тебе отпадает необходимость болезни, потому что болезнь – это манипуляция бессознательная, получается. Сто процентов. И к теме болезни как раз-таки разговор о еде. Мы затрагивали о том, что мы питаемся неправильно, мы не думаем о своем теле, мы не думаем о планете, мы пользуемся, берем, берем, берем блага у планеты, пьем воду, забываем закрыть кран. А, подожди, ты сейчас вот рассказываешь то, что нам показывает реальность. В реальности заканчиваются ресурсы, убивают животных, скот, там видели, картошку, морковку начинают на фермерских хозяйствах уничтожать, типа продукция тоже заражена, животные заражены, все это начинают сейчас убивать, чтобы создать какие-то искусственные голоды у нас. Потому что мы это делаем сами каждый день, мы убиваем животных, мы едим мясо. Во-первых, мы едим больше, чем нам нужно. Нам не нужно столько пищи, сколько мы употребляем каждый день. Нам не нужно столько одежды, сколько мы употребляем. Нам не нужно столько одежды, сколько у нас вот здесь лежит. Нам не нужно столько вещей, нам не нужно столько алкоголя, или вообще не нужно алкоголь, нам нужны сигареты, чтобы чувствовать себя хорошо. Но мы в переизбытке находимся. В огромнейшем переизбытке. И убиваем свое тело и планету. Соответственно, планета сейчас и не только убивает нас. Да, абсолютно точно. Что мы должны сделать? Перестать убивать себя и планету. Питаться правильно, высыпаться, общаться с нетоксичными людьми. И меньше шмоток покупать, а только один чемодан должен быть. Сказала Ирина, которая только что пришла из торгового центра. Так, не тролль ее. Во-первых, мы должны научиться не потреблятству. Хо-хо-хо, хорошее слово. Отличное слово. Разучиться потреблятству. Разучиться. А научиться созидать, а не потреблять. То есть каждый осознанно должен подойти к этому вопросу. И торговые центры сейчас закрыты перед теми, кто не хочет идти на эвтаназию. Закрыты. Почему они закрыты? Это же хорошо. Чтобы мы осознали, что пора перестать вот этой вот херней всей заниматься. У нас есть достаточно куча времени, чтобы наслаждаться этой жизнью, проводить время с близкими, высыпаться, да, действительно, заниматься спортом. А не ходить на эти бесконечные шоппинги. Есть очень важный момент. Я на себе это испытала. Когда я много переезжала, а я много переезжала. Я оставляла себе один чемодан с вещами, остальные все вещи лежали где-нибудь, допустим, на балконе, на квартире. И я поняла, что мне действительно нужно очень мало вещей. Мне тоже. Что касаемо, например, домашней утвари, статуэток, ну, книги, it's ok, возможно. It's ok. Книги, они нужны, но они могут быть электронные, кому-то принципиально печатные, ладно. Все эти статуэтки, все вот эти, мы храним непонятные какие-то диреки, фотографии, чайники, камушек из Анапы, вот этот вот, который мы там, боже, при луне увидели, вот мы его привезли, поставили. Кружку, которую подарил нам бывший. Ручку, украденную из Редисона отеля и так далее и тому подобное. А кто-то, да? У меня ручки из отеля Marido Baby. Да, 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 на самом деле все это нам не нужно, но мы это все храним, но мало того, что храним, мы цепляемся за это. Да, и нас это держит как привязанных, когда мы цепляемся за вещи. Да, и очень многие люди, смотря на меня, говорят, Марин, как ты так легко переезжаешь? Ответ прост. Я не храню ненужные вещи у себя. Я собрала свои 5 копеек, да, там, 3 сумочки и переехала, потому что нет ничего, то, что меня будет держать, оно вам не нужно, это все надуманное. Я эти вещи меняю на новые впечатления и новых людей, и это дает мне еще больше ценностей и больше энергии. Но цепляясь за вещи, вы получите только вещи, которые не дают, собственно, ничего. Вещь приносит энергию, кайф и наслаждение только в момент покупки, на следующий день она уже неинтересна. Да, абсолютно. Так, это одно. Ты затронула тему, что сейчас нас лишают передвижения. Почему это хорошо еще? Потому что мы должны ценить то место, где мы находимся, по крайней мере взглянуть и понять, что мы, если нам... Обычно убегаем от себя куда-то в другие места, что мы вокруг себя не изведали столько мест интересных, да, мы не ценим вообще. Кто знает все парки в Москве, например, кто знает... Давай не Москву, обычный город. Обычный город, какой-то... Да, любой, Тула. Тула, вроде. Ну, да, кто вообще был в Туле, например, вот я не была в Туле, к сожалению, к своему... А, я проезжала, по-моему, Тула, но не была. Я не была на Байкале, к моему большому сожалению, хотя это находится у нас в России, и это великолепное, просто красивейшее место. Слушай, Алтай. Алтай. А, Камчатка. Просто, да, твоя любимая Камчатка. Действительно, мы не видим, нам лень поднять попу и поехать. Да, да, и глаза, и посмотрим. Мы лучше включим телевизор и возьмем бутылку пива. К сожалению, это так. А второй момент, если нам вновь дадут свободу, мы должны пользоваться этим и начать жить эту жизнь, смотреть. Почему нам устраивают локдауны? Мы себя дома сами заперли давным-давно. Мы перестали общаться, перестали гулять, перестали вообще выходить на улицу. Если выходим, работа-дом, работа-дом, бар. Бар, блин, бар. По пятницам. Пятница, лампочка, бар. Я не ходила никогда, поэтому я не знаю, ну, может быть, давно ходила. Все ходят по пятницам в бар, и это вся жизнь ихняя. Это пятница бухло, суббота бухло. А воскресенье отсыпание. А, футбол еще есть. Да. Вот. Есть футбол. Пожалуйста, коллективное сознание дошло до такой критической, получается, массы, когда проекция мира нам и показывает. Вы запирали, запирали, запирали себя. Хуякс. Реальность нам это отразила. Мы себя заперли уже насильственным способом, потому что не ценили мы общение, не ценили мы природу, не ценили мы улицу, чистый воздух, солнце, ветер, там, я не знаю, какие-то... Ой, дождь, фу. У погоды нет плохой погоды, нету. Ой, снег, фу. Короче, я лучше дома посижу, я лучше в компьютере посижу. Мы хотели сидеть в компьютерах и в телефонах? Получайте метавселенную, где вам создают аватар, на который вы будете работать бесконечно, чтобы его одеть в черном зеркале как раз. Посмотрите, люди крутят педали для того, чтобы зарабатывать монетки целый день. Один перерыв, чтобы съесть какую-то таблетку, да, еды, и все, и дальше крутят. Этот аватар ходит на концерты, ходит в кино, ходит в шопинг, покупает себе одежду. Виртуальный. А реальный человек просто крутит целый день педали на велосипеде и вырабатывает энергию. Ночью он заходит в коробку, ложится спать, утром выходит и опять крутит. Вот вся жизнь человека, потому что вся жизнь в интернете. Метавселенная, которую нам сейчас готовят, мы сами создали этих людей, сами создали. Мы же творцы, мы не жертвы. Мы творцы, создали сами всех этих людей, которые нам сейчас готовят эту метавселенную. Мы хотели этого. Пожалуйста. Людям приятнее жить в какой-то посторонней реальности. Смотреть фильмы, сериалы, уходить в интернет, играть в компьютерные игры. Вот реальность отражает, пожалуйста. Миллионам людей неинтересно, что происходит вокруг. Что нам делать? Выключить ТВ, компьютеры, нахрен телефоны, проснуться. И как можно больше взаимодействовать с людьми на улице. Выкинуть все игры, в которые вы играете. Отписаться от всех нахер блогеров, которые вам пудрят мозги каждый день в ТикТоке какой-то хернёй. Ребят, нам, если вы не хотите сейчас, чтобы вас посадили всех в клетки и выкрутили педали для того, чтобы жил ваш аватар, как сказал Путин, надо вот... Блин, а не буду говорить, что сказал Путин. Короче, что аватары в метавселенной сейчас должны защищены быть. А ваше тело будет как в матрице, да, вот просто сидеть в коробке, прикиньте, да, вырабатывать... Нужно проснуться, прямо сейчас проснуться. Кто-то в эту реальность не верит до сих пор, я не понимаю, как в это не верить. Всё уже происходит, смотрите, мы уже в метавселенной. Мы уже в той реальности виртуальной. И пока критическая масса обратно не перейдёт в жизнь, у нас ничего не изменится. А чтобы критическая масса перешла, каждый себя должен начать просто сегодня, сегодня взять и вырубить все игры, на которых вы были подписаны, и больше в них не играть. Отписаться от всех тиктокеров. Оставить соцсети только для общения. Для этого у нас есть, ну, хотя бы телеграмм там оставить себе. Кто-то зарабатывает на этом, да, типа, где деньги брать, где деньги брать. Пока вы так думаете, где деньги брать, вас и переведут в эту херню. Всё. Выйти на улицу, порадоваться, в конце концов, и сделать что-то для себя, подумать о себе. Начать жить, начать делать что-то новое. Ведь нам всем говорят о какой-то программе. Нам всем говорят, что мы должны делать. С детства нам говорят. У нас как будто... Садик, университет. Какую стрижку носить, что сейчас модно одевать, что не модно одевать. Мы уже давно выбора не имеем. И как ты только начинаешь выделяться, сразу твоё окружение, да, на тебя спускает и говорит, Нет, дорогой мой, спустись-ка обратно и быть как мы. Ты делаешь неправильно, живёшь неправильно, питаешься неправильно, ты живёшься неправильно. И вообще ты не такой. Мы тебя не признаём. Мы отвергаем тебя. Что нужно сделать? Выделяться, не стыдясь и не боясь, что подумают люди. Проявляться, да. Все боятся проявляться. Сколько лет я вела эфиры каждый день, ну, когда каждый день, когда через день, и всегда одно и то же. Люди сотнями пишут мне и на курсах, да, и в прямых эфирах. Я боюсь проявляться. Это самый большой бич 21 века. Я боюсь проявляться. Я боюсь иметь своё мнение, а вдруг меня осудят. Вот вы настолько сейчас критическая масса собрались, боящиеся проявляться, что вы создали вот это рабство, понимаете, своим сознанием. Я человек, который боится проявляться, потому что стоит мне сделать что-нибудь, что не входит в... Тебя давят, а ты должна сделать своё. Я учусь этому, я учусь. Я же говорила, то есть, когда я побрилась на лосо, очень много людей, ну, половина думали, что я больна раком, половина подумали, что я ушла в нетрадиционную ориентацию. Все спрашивали, что у тебя случилось, а я просто сбрила волосы, потому что я так хотела и последовала... Без логики. Да, без логики. Вообще не было никаких планов. Но давление было колоссальное, потому что люди не понимали, почему ты из длинных волос сделала себе короткие, и что вообще с тобой происходит. Нет, чтобы своей жизнью каждому заниматься, да? Нет, они хотят вот её заставить жить вот только они. Да, вернись обратно. Отрасти. Мне даже говорили, что я потеряла связь с космосом, потому что волосы к связи с космосом, и она у меня была, к сожалению, утеряна. Хорошо, что люди, которые это говорили, не потеряли эту связь с космосом, но до сих пор живут. То же самое, как Ирина, когда уехала в Турцию, ей говорили, куда ты поехала, и почему вообще, и как, и что произошло. Она всего лишь сделала то, что она хочет. Это действительно так. Почему-то наша семья нас, в первую очередь, наша семья будет ограничивать нас в том, что мы хотим делать. Это первое. Здесь, ну, как бы, что делать, да, вопрос, вопросик, а что делать тогда в этом случае? Возможно потихоньку приучать их, возможно, если это возможно. Если невозможно, встали с гвоздя, на котором сидите, и уйдите. Всё. Я купила билет в один конец. У меня там до дома остался сын, можно сказать, но он самостоятельный, да, взрослый. Мама, там, дом, имущество, бизнес и так далее. И всё. И все они сейчас немножечко были в шоке. Но прошёл месяц, ребят, прошёл месяц. Они привыкли. Они не то, что привыкли, они сказали, ты молодец. А первый месяц они прессовали и звонили каждый час ей и говорили, вернись, вернись, что ты там будешь делать. Я смотрела, говорю, Ирина, не бери трубки. Что за бренд? Я хочу сказать, что вы этого боитесь, но вы зря этого боитесь, потому что они в любом случае признают вашу сторону. Потому что они увидят, какие вы получаете результаты. Что вы счастливый человек. Становитесь, когда вы делаете то, что вы хотите, а не то, что другие хотят. Что вы изменили своё мировоззрение. У вас глаза, в конце концов, горят. Мне начали писать в моём инстаграме, что у меня глаза горят просто. А тебе не только глаза горят. Любящие тебя родственники всегда примут твою сторону. Примут. В любом случае. Но родственники это всегда самые лучшие учителя. У нас зачастую с ними сложные взаимоотношения, потому что они нам посланы как самые наши лучшие учителя. Потому что, если наш учитель, допустим, у нас встречается мужчина, мы можем от него уйти. А уйти от семьи очень сложно. Когда не сможешь. И они всю жизнь будут нас подавлять, чтобы мы научились свободе воли. Да, именно. Вот сейчас у нас отбирают свободу воли. И мы через родственников не понимали, через друзей не понимали, через разработодателей не понимали, через государство не понимали. Теперь через НЛО будем понимать, что делать делать. Мы должны понимать, что мы свободны, да. Но мы не должны конфликтовать с родственниками. Вот еще важно. То есть тебе говорят, ты не прав, но ты же осознанна. Не надо спорить. И ты говоришь, окей, это твое мнение, я его слышу, но я считаю по-другому. Например, либо вообще не беседовать. Но это важный момент. Кстати, очень многие люди задаются вопросом, как общаться с людьми, когда ты поднимаешься в сознание. А тебя прессуют обратно. А они нет. Как этот частый вопрос, и на ретритах я его слышала. Мне кажется, это вопрос самому себе. Это некий переходный момент, когда тебе родственник говорит, что так не делай. Так не делай. Он говорит, родственник. И ты как бы переступаешь этот порог. Да или нет. Сможешь ты его переступить? Или все-таки отойдешь обратно, назад? Я считаю, что это ответ самому себе. Когда ты начинаешь делать то, что ты хочешь. Ты захотел поехать в Турцию с одним билетом в один конец. Ты поехал туда. В никуда. В никуда. Непонятно куда, кто там есть вообще, где ты будешь жить, на какие деньги ты будешь жить. И это ответ самому себе. Если ты сделал этот шаг, ты признал тот факт, что хорошо, я все-таки делаю то, что я хочу. А не то, что другие. И вот в этом свобода воли заключается человека. Да. И вопрос, кстати, мы обсуждали. Получается так, что все мы останемся без денег. Да. Что каждый будет делать? Да. Каждый сейчас настолько держится за деньги, за имущество, за квартиры и так далее. Мы все время видим вбросы извне, что скоро будут выселять из квартиры, если вы там не вакцинировались. Если вы... Банковская система в 2022 может рухнуть, деньги обесценятся. Никакие эти... В Турции она уже обесценивается. В Турции не спасет. В Турции она уже обесценивается. Прикиньте, было 10 рублей. Да, да. Лира, да. А сейчас 5. Буквально за месяц. Да. Это просто крах и падение. Да. Тут экономика просто катится в такую дребедень. Но в России не лучше. Не лучше. Нигде не лучше. А смысл в том, что деньги никогда не имели столько власти. Никому не нужно 15 машин. А люди наделили властью деньги. Да, люди наделили властью деньги и вот эти материальные блага. Почему это хорошо, что мы хотим, чтобы все экономики, деньги, все вот это вот обесценивалось? Почему это хорошо? Потому что это не является правдой. Это не является настоящим. Что мы должны трансформировать и понять в голове своей и как действовать по-новому? Начать обращать внимание и наделять ценностью нематериальные вещи. Браво! Браво! Когда обесценятся деньги, где-то они уже начались. Да. В Израиле, да? В Израиле? Да. Обычайно ли сегодня, что нельзя было снять цены? А кэши не будет нигде скоро. Скоро не будет. Чтобы следить, что мы тратим наши деньги. А потому что я как бухгалтер хочу сказать, что закон-то уже в этом году принят, что все будет оцифровано, деньги будут оцифрованы для того, чтобы понимать, сколько вы должны, в принципе, платить налогов и чтобы вы не уклонялись от уплаты налогов. Поэтому кэша не будет. Помимо налогов там еще куча системы, типа как Китай в баллах, куда вы на сколько потратили и загрязнили свою планету. Очень интересный момент. Сегодня мне написала подруга, и Нелли тоже подтвердила, что будет система оценки рейтинга человека в соответствии с цифровыми данными. Ее уже делают в Китае. То есть я так понимаю, что человек с низким рейтингом не будет получать ничего. Ничего. Не сможет, в принципе, не найти работу, не получить, наверное, соответствующее медицинское обслуживание и так далее и тому подобное. Я это могу сравнить с тем, что в жизни, если ты все делаешь хорошо и правильно, то ты имеешь все. То есть ты делаешь правильно и делаешь. А что значит хорошо и правильно? Но для меня это поступать через любовь. Вот так. Действовать через любовь. Если я все, что я делаю, если я готовлю кофе через любовь для вас, это хорошо. Если я готовлю кофе, чтобы... Вы мне сказали, типа, спасибо, поставили галочку и дали еще денег. Да, да, да. Это не есть хорошо. Вот что это значит. Если я еду в Турцию для себя, потому что я хочу, через любовь к себе, это хорошо. Если я еду в Турцию, потому что модно, дешево, сделать фотографии до Инстаграма в модных локациях, это не есть правильный путь. И так во многом. То есть если я общаюсь... Вы знаете, у нас была в классе были популярные люди и непопулярные. Вот я дружила частично с непопулярными людьми в классе, но я действовала от сердца. Мне хорошо было. У вас такого не было у нас? У вас не было популярно? Все друг с дружкой любили. У нас деление было. У нас деление было четко. В каких школах учились? Несколько лидеров, да, конечно, несколько лидеров было. И я была там в одной из кучки лидеров, но их было несколько. И были непопулярные девчонки, но мне было с ними хорошо. Я с ними дружила. Ты сегрегацию не любишь? Нет. Я вообще не люблю разделение. Я не люблю, когда вообще придают значение чему-либо, краска чему-либо. Я хочу вернуться к деньгам. Почему мы сейчас разрушаем деньги? Почему это хорошо? У нас товарно-рыночные отношения с людьми. Мы давно забыли, как жить, общаться без использования. Да. Как Ирина, ты говорила. Мы начинаем общаться с людьми только с точки зрения стратегического мышления, так скажем. Я понимаю, что стратегия, допустим, в бизнесе… Стратегия – это не плохо и не хорошо. Стратегия, она нужна, например, для бизнеса, для чего-то созидательного, допустим. Но когда мы стратегию начинаем применять в наших отношениях, например, к человеку, к друзьям… Вот я сейчас Нейлю, значит, поглажу, похвалю ее, зато она мне потом даст каких-нибудь плюшек. Вот в этом уже случае применять вот эти товарообменные отношения не стоит только потому, что мы продаем друг другу. Здесь имеется в виду, что много женщин, которым не важно ни любовь, ни отношения, ни человека. Просто я хочу мужчину, чтобы у него была куча бабла, он меня обеспечил. Мы забыли про любовь. Вообще про любовь забыли. Да, мы забыли. Про человеческие отношения забыли. Почему мы еще разрушаем? Деньги – это эквивалент и блага вообще вашей энергии. И деньги, энергия – это перемены. Да. У нас нет перемен. Абсолютно. Соответственно, у нас не будет денег. Если у нас не будет денег. Если спросить людей, что они сделали нового за последнюю неделю… Ничего. Наверное, ничего, да. Мы, кстати, об этом с Ириной разговаривали. Мы тут ходили завтракать пару дней назад вдвоем. И я говорю, куда пойдем? Она мне называет места, куда мы ходим. Я говорю, нет, все, стоп. Мы ходим в новые места. Мы пошли в новое место. Мы получили классный опыт. Не, ну это хорошо. А когда есть деньги ходить в новые кафе? Да, блин, что бы нет. Тут, смотрите, речь… А они у нас есть, потому что мы ходим в новые кафе. Если бы мы ходили одни и те же, у нас бы не было возможности. Понимаешь? Смотрите, вот представьте такую самую страшную штуку, когда у людей сейчас не будет денег. Людям придется быстро учиться, адаптироваться. Да. Как к новому миру. К новому миру нас отбросят на сто лет назад. Учиться созидать и творить что-то, да, чтобы уже этим обмениваться, своим собственным творчеством. Один шьет, другой готовит, третий выращивает, четвертый там дома строит, кто-то там воду может очищать. То есть мы начнем созидать, если каждый начнет делать свое дело. Вот глаза смотрят, печенка там свою функцию, сердце свою функцию, рука свою функцию выполняет, нога, если каждый будет свою функцию выполнять, то есть когда у нас есть деньги, никто не выполняет свою функцию. Главное, чтобы рука не смотрела на сердце и не говорила, я хочу так же стучать. Да, ему нужно понимать, что ты рука. Если ты рука, ты не будешь перегонять кровь. Если ты хочешь быть сердцем, не нужно находиться в жертве и думать, о боже, я не сердце, я всего лишь рука. Нужно полюбить то, что ты рука. И брать, делать то, что делает рука. Если каждый начнет заниматься тем, что ему нравится, то, что ему генерирует энергию, то, что ему дано, то, что у него получается лучше всего. Кто-то любит ковыряться в земле, кто-то любит изучать свойства растений, кто-то космос любит. Если каждый начнет заниматься то, что от проделанной работы ему приносит удовлетворение, то есть он наполняется своими феромонами, он испытывает радость, энергию. Это и есть то, что дает нам жить и позволяет жить не только себе, но и всему организму в целом. А мы только клеточка единого организма, единого Бога. То есть каждый — это Бог. Но это дар осознать. Вот вы помогаете мне осознать, в чем моя ценность. Потому что... Ну, каждый поможет друг другу, а это важно. Все знать и подсказать. Если мы сейчас разделяемся, а мы намеренно разделяемся, тот плохой, этот не так сказал, этот не так сделал, этот мне не подчинился, этот не пошел на мою манипуляцию, этот не думает так, как я думаю, этот не делает так, как я хочу, чтобы он делал. То есть мы сейчас начинаем разделяться, мы не можем... Представьте, каждая клетка, каждый человек в теле начинает разделяться. Рука говорит «фу» ноге или другой ноге. «Фу-фу-фу, ты не делаешь то же самое, что я делаю». Глаз такой, уху. «Нет, ты не делаешь так, как я хочу, почему?» И каждый сейчас тянет на свое одеяло, разрыв тела просто происходит, да? Что сделать? Надо получать удовольствие от наших различий и не стараться нас усреднить. Это очень важно. То есть понимать, что мы разные, но от этого получать удовольствие. Да, человек поступает не так, как я привык, но надо кайфануть от того, как он тебе что-то принесет. Да, да, да. Потому что он по-другому, это новое. Они говорят «нет, ты так не делай» и так далее. Еще очень важный момент. Мы сегодня про жертву говорили, что все, кто в состоянии жертвы и не начнет быстро ориентироваться в пространстве, а будет только сидеть и говорить «ой-ой-ой, как все поменялось», те первыми, собственно, покинутся, самоуничтожатся, потому что невозможно сидеть и говорить «ой-ой-ой, лампочка плохо светит, ой-ой-ой, надо либо взять ее поменять, если невозможно поменять, то принять эту ситуацию». И вызвать какого-то человека, попросить. Да, 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 попросить. Но если ты не можешь никак, да, вот сегодня ты не можешь, сегодня ты сидишь с этой лампой, нужно перестать говорить о том, что лампа светит неправильно. Это просто факт, и он есть. А жаловаться – это как раз состояние жертвы и говорить, что мне не нравится, я так не хочу, раньше было по-другому, ну, было. По всем прогнозам, тут даже и к бабке там не ходи, да, сейчас мир проходит очень быструю, резкую трансформацию. Мы к этому долго шли, долго шли, но при этом куча, куча, куча предпосылок, чтобы ты изменился и подготовился к этой трансформации. Мало кто из людей что-то сделал, да. И сейчас пришло вот это время, уже короткое, да, вот сжатое. Если ты сейчас не успеешь перейти из жертвы в Творца, взять ответственность на себя, перестать обвинять, перестать винить, перестать ревновать, перестать вешать обиды на себя, на других людей, неважно, перестать разрушать мир, перестать разрушать свое тело, разрушать других людей, перестать использовать других людей. Что там, обида, чревоуподие, уныние. На слове перестать ревновать, я зависла, потому что это же моя проблема. Я такая, боже, да, да, надо срочно. То есть, если сейчас, в короткий период, каждый, каждый, у себя в голове не определит новые ценности, он самоуничтожится. Самоуничтожится определенно. Просто он заедет под этот каток и все, каток его переедет. То есть, нам нужно научиться любви к себе и к своему телу, выбирать себя, стоять на своем выборе, делать то, что я хочу, и не делать то, что я не хочу. Поступать через любовь только. Помогать другому, не разделять на плохое и хорошее, на плохих и хороших, на добрых, недобрых, на честных, нечестных. Не разделять ложь и правда. Неважно, в мире, что происходит. Вот смотрите, сейчас такой пример. Одни говорят, что на нас напало НЛО. Другие, что это рептилианцы. Ну, рептилианцы и НЛО, это, честно говоря, одно и то же. Кто-то говорит, что есть просто плохие люди. Либо есть фанатики масонные. Либо еще у каждого там своя версия. Неважно абсолютно, что на мир сигналит, правда это или неправда. Вот все, что ты видишь, это просто отражение твоего сознания. Реальность, она нереальна. Это просто кино, которое мы наблюдаем. И какая бы она ни была, она вся нереальна. Вся нереальна. И при этом, ну кино, вы смотрите в телеке, оно же вроде нереально, но в то же время одновременно является реальным. Ну вы же его смотрите. Не надо делить на правильную информацию и неправильную. Нужно быть открытым, иметь открытый ум. Да, нужно оценивать и переводить на себя. Ведь когда мы смотрим фильм, боевик, мы же не смотрим, а, не-не, такого не может быть. Не, вот это сейчас грузовик перевернулся, нет. А, ну вот эти целуются, да. Это нормально. А, опять стреляют? Нет, нет, такого не бывает. Нет, нет, обман плохо. Нет, нет. Мы воспринимаем всю реальность, но люди не воспринимают свою жизнь так же, как кино. Они что-то отвергают, это мы принимать не будем, этого нет, а это есть, выбирают там что-то. И при этом, фильм проходит мимо них. Ты там не на первых ролях становишься, ты становишься где-то там, в массовке. И тебя катком просто. И тебя катком переезжают, конечно. А когда ты всё это понимаешь, ты становишься главным героем, а ещё лучше сценаристом. Ой, ну это... Сценаристов это моя любимая. И пишешь этот сценарий, и пишешь хороший сценарий, естественно, какой тебе нужно. А если ты не участвуешь, если ты поддаёшься своим эмоциям, это очень важно, находишься в жертве, поддаёшься своим эмоциям, в страхе, в жалости к себе, ты становишься массовкой, и ты делаешь то, что тебе, как бы сказать, спорят другие. Да, да, да. Хочу ещё раз, да, обобщить. Всё, что происходит в реальности, неважно, какую бы вы информацию бы не получили, неважно какую, НЛО это, либо люди, убивают, либо не убивают, либо спасают, неважно, что бы вокруг ни происходило, помните, это просто игра, из которой нужно извлечь уроки. Да. Не надо игры бояться, но в то же время можно её бояться, сейчас объясню как. Когда вы смотрите ужасы, вы боитесь, при этом вы играете в страх, понимая, что это нереально, вы здесь на диване, а фильм ужасов просто в телевизоре. При этом вы, когда это кино смотрите, вы испытываете эмоции, вы испытываете и радость, и разочарование, и какие там, и страх, но при этом вы понимаете нейтрально, что это просто кино. Вы к жизни точно так же, как актёр на сцене, должны проигрывать во всех эмоциях эту жизнь, то есть если плакать, то рыдать на взрыв, если смеяться, то по-настоящему, если бояться, если депрессовать, то депрессовать так, чтобы зрители вам поверили, если ужасаться, то ой, боюсь, боюсь раскидываться полкорном, досиденный голос, да, но при этом понимать, осознанный человек это понимает, осознанно это делать, как я всегда говорю, что это просто кино, для того, чтобы принять это, и сделать выводы, как я своим мышлением создаю эту реальность, чтобы учиться, и расти, расширяться, то есть нам эта реальность, она не плохая, не хорошая, сейчас ничего ужасного не происходит, сейчас происходят перемены в нашем сознании, понимаете, перемены, не надо их бояться, у Творца жизнь бесконечна, только жертвы, которые сейчас впадут в уныние, своим страхом себя убьют, точка. Хочу добавить, по поводу, да, не надо бояться реальности, делать выводы нужно. Когда я рассказывала, да, окей, когда я рассказывала про гнев, например, да, про ссоры, я когда начинаю ссориться с кем-то и высказывать, я на секундочку останавливаюсь и спрашиваю, я сейчас делаю это осознанно, а мы сейчас, Мариночка, хотим вот этого скандала, хотим, 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 хотим вот это вот разнести, вот это все, если Мариночка отвечает, мы хотим все, мы разносим, но я это делаю осознанно, и если потом ты меня спросишь, почему ты это сделала, я говорю, я хотела, я просто хотела стереть этого человека, допустим, в порошок, или чтобы меня стерли, да, если я плачу, то я понимаю, что я хочу сейчас, чтобы вышла боль и позволяю боли выйти, а кто-то сдерживает, стесняется, кто-то сдерживает, я, кстати, никогда не стеснялась, я даже на работе, когда работала в офисе, я плакала, я тоже плакала, я просто говорила, не обращайте внимание, я сейчас вот поплачу, и это важно, потому что я контролирую, если, допустим, я сажусь кушать и ем на ночь, я понимаю, что я ем на ночь и понимаю свои последствия, я принимаю взрослую позицию, это важно, еще один, кстати, момент, быть во взрослой позиции. Дети перекладывают, дети, да, дети перекладывают, я понимаю, что я делаю, и я это делаю, даже если я делаю, со стороны кажется, что не очень что-то правильное, но я все это понимаю, это один момент, а когда люди поддаются гневу или унынию, не понимая, где они находятся, это утопия, это путь никуда. Это разрушение, конечно, безусловно. И нужно находиться каждый раз, но здесь медитация, наверное, в помощи, осознанность, нужно понимать, что ты делаешь сейчас. И спрашиваю тебя, а что я сейчас делаю, а я кто? Кто я? Кто я? Мне нравится перед любыми вопросами, самое лучшее, вот всем рекомендую, если воды нету, то в любой непонятной ситуации дыши, дыши, пять глубоких вдохов, либо на четырех секундах вдыхаем, и на десяти секундах выдыхаем, либо подышали глубоко, либо попрыгали, что угодно, а потом можно спокойно все задавать вопросы. Что я сейчас делаю? Кто руководит? Зачем мне это нужно? Да, это важно. И что я хочу? Что я хочу, надо спрашивать всегда. Что вы сделаете? Надо спрашивать всегда, что мне нужно, сушить свое тело, чтобы не болеть, опять-таки, уметь давать себе отдохнуть. Вы знаете, на самом деле, волшебный момент наступает, очень волшебный, разделяется реальность. Да. И когда вы будете задавать себе вопрос, а действительно, что ли я хочу сейчас сделать, и пойдете туда, вот именно пойдете, да? Вы по-другому, вы раньше делали то, что должны делать, а сейчас делайте, попробуйте сделать то, что вы хотите сделать, и посмотрите, какое это, к чему это вообще приведет. Это действительно поменяется реальность. И удивительный факт заключается в том, что когда ты делаешь то, что ты хочешь, у тебя вселенная выстраивается именно так, самым наилучшим образом. Самым. Именно тем, который ты хотел выстроить. Без борьбы. Без борьбы, получается. Потому что ты действуешь из любви к себе, в согласии с собой. Да. Но если, естественно, это не наносит, а хотя если ты действуешь из любви, ты никому не можешь... Это синхронистичность называется, потому что если ты делаешь то, что ты хочешь, значит, тот человек, который рядом находится, он понимает и тоже этого хочет. Да. На самом деле... Я не хочу сказать. Я хотела, да, сказать, было бы интересно вообще запустить какой-нибудь челлендж и чтобы каждый сделал то, что он хочет. Ты выставил сториз и отметку с каким-то хэштегом. И мы сделаем. Я тоже сделаю. Ну, с твоим хэштегом, может быть... Неля посоветовала. Нет, может быть, мечтай с Неллей, например. Нет, давайте же не припусывать меня. Без тебя, да? Без меня. Чё я тут пуп землишка? Я сделал то, что я хотел. Ну, это длинный хэштег. Давайте какой-нибудь короткий... Для себя, например, вот так. Живу для себя. Живу для себя. О, клёво. Смотрите. Живу для себя. С хэштегом сделайте что-то и выставите в сториз. А ты уже сделаешь репост этих людей, чтобы они... Если вы меня отметите, я у себя в аккаунте тоже отмечу вас. То есть хэштег и меня отметить. И тебя отметить, да. А ты потом покажешь, просто твоя аудитория сможет посмотреть и научиться и понять, что это не сложно. Можно сделать пост и тогда все посмотрят, а то истории пропадают за час. Можно сделать пост, да. Смотрите, ребят, что я хотела сказать. Нам мир еще сигналит. Мы не все разобрали, да, то, что нас хотят купить, там, продать, там, рабство, убить, эвтаназии, там, всякие фигни. Короче, секредировать, разделить, посадить дома, локданы. Мы пока говорили, мы привыкли жить по плану. И когда мы выстраиваем четкие цели, четкие планы, мы живем в будущем, а не здесь, сейчас. Мы не наслаждаемся жизнью, мы теряем время. А время, которое у нас есть, оно только в этот момент у нас есть. У нас нет времени ни потом, ни вчера. У нас время только сейчас. Но мы его не тратим, у нас это время потрачено на планы. Для чего мы сейчас сделали такую реальность, где уже ничего нельзя планировать, так как мы даже не знаем, что будет завтра. Умрем мы вообще или нет? Да. Будут деньги завтра или нет? Будет у нас питание или нет? Сейчас это хорошее время научиться жить здесь сейчас. Проживите, пожалуйста, начните. Уже 5 лет об этом говорю в каждом эфире. Начните проживать, жить здесь сейчас, как в последний раз. Но научитесь вы этому уже в конце концов. Не могли долгое время, сейчас уже настало, вы пока до дна. Если хотите развестись, разведитесь. Если вы хотите поменять работу, поменяйте уже, постригитесь, похудейте, потолстейте, смените гардероб, в конце концов, заведите кошку. Да что угодно. Делайте татуировку, сделайте то, что будет, да, то, что делает вас счастливым, то, что вы откладывали, откладывать уже нет смысла. Отклад завтра не будет, у нас может не быть будущего. А мне кажется, это действительно, знаешь, можно, есть же такой прием, довести до абсурда. Нас мир сейчас доведет до абсурда. Он нас доводит до абсурда. Я так люблю. Он вам уже говорит, алло, все, уже что вы там хотели, да уже подстриги ты свои волосы, мы завтра тебя убьем, ты останешься с страшными волосами. Как и не подстрижено. А пожалуйста, мы вас всех сейчас тут потравим, что-нибудь, ты завтра уже будешь отравлен, сделай ты напоследок. Потому что, ведь правда говорят, что перед смертью люди начинают задумываться. А на самом деле, для меня это такой прием очень важный. Никакой смерти не берем. Периодически я себя спрашиваю, а если мне скажут, что я умру через месяц, что я хочу сделать? Это классный прием. И у меня вылазит все мои истинные желания, и я начинаю это делать. Со мной это работает всегда. Говорят, что я навлекаю на себя там что-то, но я не верю в это. Это очень классный прием. Там уже реалий с прямым текстом говорит. Там про вас завтра. Не будет. Все. Сейчас нужно. И спросите себя, что бы вы сделали, если бы вам сказали, что через месяц все. Через месяц нас не будет. Что бы вы сделали? И на самом деле вылезут все ваши истинные желания, которые вы не исполняли, на которые вы не обращали внимания. И если вы начнете их сделать, начнется менять, начнется начнет меняться ваша реальность. И у меня тоже есть. Про истинные желания. Ребята, практикум. Практикум вопрос. Смотрите, как определить истинные желания? Я просто на примере расскажу. Допустим, женщина приходит домой и говорит, ой, вы знаете, дорогая семья, я сейчас приготовлю вам пирог, я так люблю печь пироги, говорит, это женщина. Теперь возникает вопрос. Есть семья, есть дети, ребенок, муж и это женщина. Что предполагает женщина? Это ее истинное желание вопрос испечь пироги и любит ли она вообще печь пироги. И когда у нее сотрудники, коллеги будут спрашивать, а ты что, так вкусно печешь пироги, интересно? Она говорит, да, я люблю печь пироги. Вот нате, попробуйте. Теперь вопрос. Женщина приходит домой, сорокалетняя, такая же, все то же самое, но у нее нет ни ребенка, ни мужа, ни собаки, ни кошки. Вопрос. Любит ли она печь пироги? Понимаете о чем? Это про условности, которые мы создаем для себя, чтобы понять, истинно ли ваше желание. Ты думаешь, что ты любишь печь пироги, но убери условности, убери мужа в своей голове, убери сына в своей голове и задайте себе тогда вопрос, любишь ли ты печь пироги? Понимаешь? Если их никто есть не будет. Истинное желание. Допустим, ты его хочешь испечь для себя, но тогда ты отвечаешь правильно на вопрос, да, это мое истинное желание. Понимаете, чем отличить истинное желание от желания, что ты хочешь угодить другим людям. Ты думаешь, что это твое истинное желание испечь пирог для своей семьи. На самом деле, навязанные манипуляции. Да, это манипуляции. Ты не хочешь, ты ненавидишь, блядь, печь эти, сука, пироги. А наболевшие. А наболевшие. А знаете, мы здесь собрались и живем в Турции, ровно потому, что это наше истинное желание встретить друг друга и быть в другой стране. А вы сейчас печете пироги, допустим, если вы их печете, потому что вы этого хотите. Но я еду в Россию. Или думаете, что хотите. Ну, я имею в виду данный момент. Именно сейчас. Здесь и сейчас. Мы же про здесь и сейчас говорим. Мы находимся здесь и сейчас, потому что это наше желание. Мы так хотели. Но это моё истинное дело. Да, мы так хотели, поэтому мы вышли. О чём я хотела сказать? Перед тем, как Ирина сейчас рассказывала про истинные и неистинные желания, да, действительно, убираешь все условности, оставляешь себя одну в пространстве и спрашиваешь, действительно ли я этого хочу или нет. Убрав всех людей вокруг меня, зрителей убрав. Потому что мы всё делаем ради зрителей. Ой, ой, ради зрителей. Киношка? лайки в инстаграме. Ради киношки мы это всё делаем. Лайков там, да, там, какая ты классная, молодец там, супер у меня, классная. Я одеваюсь, они для себя, для того, чтобы люди оценились, сказали у меня, ох, ты какая крутая, я тебе завидую. Да, завидую, идти мне. Вот, если это всё убрать, нам и нахрен не нужно разодеваться, да, нам достаточно две вещи, которые мы можем стирать с переменным успехом. Ты знаешь, есть кому действительно нужно, есть кому нет. Вот каждый должен, потому что мы разные, да. То есть, если мне нравится одеваться и наряжаться, но у нас сейчас все под гребёнку за всеми хотят повторять, понимаешь? Да, да, раз мне нравится это, то другой, которому это не нужно, не должен смотреть на меня и думать, о боже, я хочу так же. В этом и есть наша уникальность. Уникальность, быть с собой, делать то, что ты хочешь. Если твой стиль это кожаная куртка, бита и большие ботинки, ты прекрасна в этом. Если я люблю декольте, я прекрасна в этом, но я это действительно люблю. Если человек любит готовить, пусть готовит, но только для себя. Вы знаете, например, можно танцевать для себя, и это очень петь для себя. Но тогда всему миру это нравится, потому что ты изучаешь, ты делаешь, что ты в согласии с собой. Я сейчас в Турции, я в согласии с собой, и я прекрасна в этом, потому что я делаю то, что я хочу. Если бы не мешаешь. Да. Если бы я была в Москве, то это была бы совсем другая история. И это очень важно, делать то, что ты хочешь, как ты это хочешь. Это и для меня сложно, потому что я хочу, вот у меня есть музыкальное образование, но слух не идеальный. Конечно, я хочу спеть. Заходя в караоке, заходя в караоке, слыша другие, более совершенные голоса, я стесняюсь, хотя я хочу петь. Конечно, я хочу. Надо по голове бить себе сразу вот так. А потому что включается сравнение. Сравнение — это наша большая-большая проблема. Научиться не сравнивать. Мы сравниваем. А принимаем. А сравнение-приравнение. Когда мы сравниваем, мы нас всех приравниваем. И убиваем уникальность. Убиваем уникальность, да. А петь хочется. Мне очень часто хочется петь. Но тогда я беру машину, закрываю двери, включаю музыку, и там я так эмоционально пою, вы не представляете. У меня все водители, которые едут напротив, все смотрят. Я очень эмоционально пою, потому что этого хочется. Но вот надо начать всем учиться делать то, что нам хочется. Иначе мы будем жить в этих метавселенных и крутить педали в своей клетке. Да, но мне сейчас пришла мысль, что мы должны и показывать, что мы делаем. своим примером. Мы можем делать что-то несовершенненное. Представь, глаз будет сам у себя что-то там видеть и не показывать это мне, мозгу. Мозгу не будет показывать, да, если он там себе в тихушку сидит и что-то смотрит. Ухо там в тихушку тоже сидит в тихую и не говорит мне о том, что оно услышало. Понимаете? Мы должны своим примером заражать других. Естественно, мы в этот мир должны давать свое творчество. А иначе как мы созидать как творцы мир будем, если мы не проявляемся. Я хотела вернуться, а то мы... Да, да. Марина перед... Ириной. Перед Ириной, да. Обсуждала то, что нам нужно представить первое. Если мы через месяц дит... Умрем. Через месяц нас... Да, выпилимся из этой вселенной. У нас есть месяц для того, чтобы прожить эту жизнь. Сделайте для себя такой эксперимент. Напишите, что бы вы сделали за этот месяц и идите, сделайте. Сделайте хотя бы одно, но то, что очень вам важно в первом моменте. Что очень важно. Сделайте этот шаг. Вся херня отпадет, но это одно задание. Я вам предлагаю еще одно задание. Представьте, что вы бессмертные. Представьте, что ваша жизнь никогда не закончится. Представьте, что у вас масса времени, чтобы доделать все свои дела, которые вы хотите сделать. Представьте, что у вас триллионы лет вы будете жить и не умрете. и вы эти дела все всегда успеются сделаться. И у вас на это будет и время, и ресурсы, и деньги, и что хотите. И вы бесконечно можете. Если вы выполните это задание и продумаете, а что бы я тогда сделал сегодня, вы бы не побежали, сломя голову, делать какую-то работу, которую надо делать. Вы бы ее отложили, но потом у вас все равно будет куча времени на нее. Вы бы сейчас сделали ровно только то, что вы хотите. то есть вы можете плясать с той стороны, что у вас не останется времени, либо время бесконечно. Что так, что так, две стороны одной медали. Это целое того, что сейчас нужно жить. Рабочую схему выбрать, кому что ближе. Я так думаю, обе попробовать. Можно обе попробовать? И тогда мозги соединятся. Но это может быть как с W, знаешь, мы же играли в W, есть одна тема, когда ты скидываешь, есть когда берешь. У меня мозг работает только хорошо, только в одном направлении. Раскачивай оба направления, пожалуйста. Мозгл. Я советую попробовать два. Пускай это будет сложно, но и в том раскладе, и в том, вы поймете, что ваше вот это вот барахтание, то, что вы считаете шибко очень важным, на самом деле настолько не важны, потому что жизни нету. Вы придаете важность тому, гиперважность, каким-либо вещам и на них зацикливаетесь и не видите абсолютно ничего больше. То есть у вас есть вот ой-ой-ой. Что может быть важнее жизни? Что может быть важнее воздуха чистого? Что может быть важнее здорового тела? Что может быть важнее... Пахая работа. Что может быть важнее того, что вы сейчас делаете и получаете удовольствие? Что может быть важнее общение с любимыми людьми, обниматься с ними, целоваться, общаться, гулять? Что может быть важнее погладить любимую кошку? Ну что может быть еще важнее жизни? Скажите, пожалуйста. Люди находят тысячи причин, чтобы не жить здесь и сейчас. Вообще, чтобы не жить вообще в принципе. Чтобы не жить, да. И тысячу отговорок, почему я это не сделал, то, что я хочу. Жизнь вас услышала. И тысячу причин, зачем я делаю то, что я не хочу. Жизнь вас услышала. Вы не хотите жить, пожалуйста. Да. Тысяча причин, когда просто иди и делай. Да вот выйди на улицу, погуляй, порадуйся, ты посмотри, какая вокруг погода, какие люди рядом, какой рядом кафе, ты мимо него проходил тысячу раз, уже зайди в него. Просто выпей чашечку чая. Выпей просто чашечку чая. Да не такие уже большие деньги. Для себя удовольствие получи. Именно. Понаблюдай за людьми. Езди в другой район. Сядь и поедь в другой район твоего города, новый. Я когда жила в Санкт-Петербурге, знаете, что я делала? Я садилась на метро и ехала на новые станции. И есть такая тактика, она называется турист в своем городе. Когда ты ходишь по своему городу и смотришь глазами туриста. Как будто бы ты забылся, что было, и смотришь новыми глазами. Я выезжала, но я действительно была туристом, я не была на этих станциях до этого. Я выходила и смотрела. Я часто так делаю. Церковь. Я в первый раз в своем районе. Ну да. Вообще реально не знаю. Да. А ты можешь правда исследовать свой район. Только не смотреть не с позиции, что ты видела тысячу раз, а посмотри. А для этого надо выключить телефон, интернет, отключиться от всех игр, в которые вы играете, убрать все эти кино, убрать телевидение. Алкоголь, наркотики, телевидение. Здоровая пища. Все, что мешает открытому сознанию. Все, что мешает посмотреть на этот мир. Ради эксперимента можно убрать хотя бы на какое-то время. И вы посмотрите, что потом произойдет. Но я думаю, реальность быстро трансформируется. Нам нужна критическая масса, критическая масса людей, которые поймут, что достаточно всем проснуться в той матрице, в которой мы живем, да, и с той матрицей, вернее, в которой мы живем. Проснуться в реальную жизнь. И тогда вы увидите, как все вокруг, вот все, что у вас сейчас... Все, что у вас вот это вот все, вот, вы увидите, как наша реальность начнет разворачиваться на благо вам, на то, что будет радовать вас, на то, что будет давать вам здоровье, а не наоборот его забирать. Да. Все эти вирусы это вирусные мысли в вашей голове. Обиды, злость. Тысячу раз буду повторять. Гнев, вот он плохой, он не сделал, манипуляция, ревность. Ты должен сделать, что я хочу, а почему ты, Нелли, всегда поправляешь свои волосы, не делай так, а ты пишешь с ошибками, перестать указывать, как жить другим людям, заняться только своей жизнью. Вы увидите, как мир поменяется. Да, да, это важно. Не бояться проявляться, не бояться делать то, что вы хотите, не бояться говорить. Сейчас люди боятся. Так это вы сами себе рот закрывали, закрывали другим людям, теперь закрывают вам. Перестаньте другим людям рот закрывать, и перестанут вам закрывать. Это вообще проблема в России. Советовать. Да и в России, во всем мире. Вот, например, в Турции мы обсуждали с Алиной, чувствуясь немножко по-другому. Ты можешь быть свободной. Менталитет. Менталитет, да. Ты можешь быть свободной здесь. Ты выходишь, и ты чувствуешь себя более свободной. В России, ага, отличаешься, все, нет, ты не такой, так не надо. Иди выходи замуж, иди ради детей, при любом вот этом вот, иди сделай это, иди усреднись, усреднись, перестань. Например, я часто переезжаю, мне на это говорят, ничего себе, у тебя жизнь помотала. А я думаю, ничего себе, что я сама себя мотаю. Какая жизнь. Я выбираю, я хочу переехать, я же не сбегаю откуда-то. Я меняю. Локацию. Да, я меняю локацию, мне никто не мотает. Это мой выбор. Это очень интересно. Я тоже посетила 30-35 странный. Я кайфую от этого и продолжила бы дальше. Но я сама себя запираю в квартире, сама себя не пускаю гулять, сама не гуляю, сама. Но ты же с нами не гуляешь? Да вообще, офигела я. Вот, ты с нами не гуляешь? тебе надо сделать? Погулять. Мне надо мне дать свое мышление продолжать дальше, будить себя, будить вокруг людей и самой делать кучу всего. Я делаю, я учусь этому, увесно со всеми. Да, да, да. Каждый прорабатывает свою. Я прорабатываю ревность и недоверие. Ну и многие другие. Проявление. Любое проявление нужно сейчас прорабатывать. Все, что вам мешает, нужно спросить себя, а почему я себя торможу? А что мне мешает сейчас спеть? Стыд? А что такое стыд? Просто разберите слово стыд. Вот просто разберите. У меня куча постов, что такое стыд. Я уже за вас разбирала. Не читайте. Для себя тогда сами разберите. У нас есть с Ириной, у нас была идея по поводу снять, значит, ролик со стула. Проявление. Проявление. Проявление, да. Про проявление человека. Это к вопросу о том, когда у меня была идея сделать видео с куском сырого мяса во рту, я ее озвучила, так как, ну, я должна вынурнуть из бассейна, держа во рту кусок сырого мяса. Но я настолько стыдилась. Я думаю, ну что за мысль? А мне то мысль приходит кошку в бассейн выкинуть. Я думаю, да что за мысли у меня? Кошки, в Турции много кошек, но я честно не хотела так делать. Когда Марина рассказала о своей идее снять какой-то ролик, она говорит, у меня, говорит, безумная мысль. Вот мы сидим возле бассейна, она говорит, у меня безумная мысль. А не выкинут ли кошку в бассейн? Я такая смотрю на нее, а потом она говорит, нет, я хочу с куском мяса вынурнуть из бассейна. И как это будет? Я, наверное, сумасшедшая, говорит. Ну, я стесняюсь. Я говорю, Марина, а почему ты себя не проявляешь таким образом? Просто сделай это. Сделай это и все. Почему ты видеоролик этот не сделаешь? Почему ты не проявишься? А я боюсь, а меня осудят, говорит Марина. Меня не поддержат, меня осудят, да. И вот так мы все ждем, что у нас как будто бы кто-то должен поддержать. Я говорю, ну Ирина меня поддержала, мы сделали этот ролик. Мы подготовились, там столько было лайков, комментов, всем понравилось. Это реально какая-то прям... А я в белом свадебном платье упала спиной в бассейн. Свадебное я его называю, потому что оно белое. Тоже хотела проявить. Это проявление человека. Это проявление его индивидуальности. Когда вы начнете вот с этих маленьких шажков, там... Тупых, маленьких. Спить в караоке, снять ролик. Вы представляете, насколько вы способны... Позвонить маме и сказать, мама, я тебя люблю. Мне недавно в моем чате, где мы общаемся, кстати, минутка рекламы, зайдите в инстаграме, в профиль, в топлинк, и там есть ссылка на чат, где я бесплатно делаю через... 23 минуты в сеанс движения сердца, который у меня стоил 100 евро, я делаю дважды в день людям, чтобы открыть сердце и мозги, ускорить трансформации. В чате каждый день задание выполнять нужно и трансформировать свои мозги, трансформировать свое мышление, свои установки, блоки, то, что нам мешает проявляться. Вот, бесплатно добавляйтесь то, что у меня стоило раньше больших денег, а сейчас все делаю бесплатно. Вот, реклама закончилась, извините, перебила. Нет, нет, правильно говори, да, о том, что ты же делаешь хорошее... На самом деле, Нелли делает много добрых, хороших вещей бесплатно уже, чтобы вы этим могли пользоваться. И самое, что интересно, хотела пожаловаться, там скоро полторы тысячи человек, и никто не выполняет задания, я вам бесплатно все дала. Когда мне платили деньги, большие деньги, там и две тысячи евро, пять тысяч евро курсы, да, сто тысяч рублей, это нормальная цена для моих курсов трансформационных. Люди все выполняли. Когда я дала сейчас все бесплатно, все сидят... Подпинывают, да. Вот и факт. Короче, ничего не мотивирует людей, как деньги. Вот поэтому сейчас систему денег надо разрушать, чтобы у людей мозги хотя бы хоть как-то промылись, и они уже начали хоть что-то делать, хоть как-то подняли свою жопу от дивана. Слушай, мне пришла идея, если сейчас люди действительно сделают что-то новое после нашего эфира, то у нас сейчас мир поменяется. Мы можем там через какое-то время выйти в эфир, посмотреть действительно все, что они сделали, и обсудить этот вопрос. классно. Людям же, знаешь, как людей мотивирует что-то. Я под видео сейчас сохраню, напишу, какой мы хэштег делаем. Какой хэштег делаем? Люби жизнь или делай для себя. Живи для себя. Живу для себя. Живу для себя, да. Если вы под постом отметите меня, либо в сторис, либо под постом, лучше пост, потому что он сохранится, тогда мы это все посмотрим. Все посмотрим, да. И просто людям важно, многим, чтобы были зрители, чтобы была обратная связь. То есть это как со мной. Я делаю видео, я делаю что-то новое для себя, но я это сделала только благодаря тому, что у меня была обратная связь в виде Ирины. В виде одного всего человека, который сказал, что я делаю. Хэштегу тоже можно будет найти, если это пост. Да, да, да. И также мы будем обратной связью для них. Мы скажем, как классно там, что вы это сделали. Кто-то хотел там носки давно зашить себе. Ну хорошо бы, чтобы вы объяснили, не просто показали носки, да, и все. И мы такие сидим, о, ну носки, классно. Может новое, может старое, может это бывшего, а может будущего. Да, то есть все, что вы сделали, для себя, отметьте. Хорошо, чтобы мы поняли, что вы сделали, да. Допустим, если вы выкинули сковородку, в которой давно мечтали, да, напишите, я наконец-то выкинула сковородку, которую я хотела. Сковородку, да, или я пришла, я выкинула чью-то сковородку, и так далее, и тому подобное. Или там, я прогулялась в парке, в котором никогда не была. Я там удалила, я перестала общаться с человеком, с которым давным-давно, это очень важный момент, когда ты избавляешься от всего лишнего. И вещи, да, может быть, вы пойдете после эфира и выкинете половину шифонера или вот эту дурацкую картину или статуэтку слона, например. И это будет здорово, это будет освобождение энергии. Многие задают вопросы, выкидывайте, либо дарите. Хотите дарить? Хотите выкидывать? Это непрестанально. Представьте, я всегда выкидываю вещи. Я объясню почему. Я уже перестала вообще думать, что с ними делать. Вот сегодня хочу отдать, и отдать. Я когда вижу людей, допустим, я что-то давала подругам, и когда я вижу человека в моих вещах, я чувствую ужасный дискомфорт внутри. А мне нравится то, что она использована дальше. Мне очень нравится, что вещь не захламляет природу, а я позволила вещи дать, жару, жи, жизнь. Я пригласила девочку, и у меня вещи были, ну, весь шкаф, ну, новый. Я практически ничего не одевала, если одевала, то по одному разу. Я пригласила девочку, она увезла 4 чемодана вещей, просто забрала весь мой шкаф. Я каждый раз вижу ее вот на этот Новый год в моих вещах. Блин, как это круто, как классно. То, что я знаю, она купила на эмоциях все. А у меня, знаешь, у меня как будто с моими вещами роман. Не заплазняют планету. А, у меня роман, у меня своя история. Короче, тебе ревность надо уже проработать. У тебя ревность не только к людям, но и к вещам. Проработай, это не очень хорошая вещь. Да, у меня моя история с моими вещами, я когда вижу все, я... Это ревность. Да? Да. Ну, ревность, это тоже хорошо. Конечно, если научиться ее правильно использовать, понять сначала, что такое ревность, а потом... Мне же жизнь прям наглядно показывает, просто она проявляет все. Перестань привязываться к чувству обладания, ты с вами говоришь, я хочу обладать, принадлежи всем. А это отсюда, отсюда, наверное, неправильное слово. Мы берем... Через себя пропускать, мы проводники. Желание обладать, это желание контролировать тоже. Как у нее же контролировать? Что там? Где там мои вещи? А как, когда я хотела открыть прокат вечерних платьев, я их покупала, прокат я не открыла, но покупала платье и думала, а кто их будет носить? А она помоется? Да, перед этим. Или грязная. А она куда в нем пойдет? А будет ли она курить? Хотя это вообще не моего ума дело. Я должна отдать платье и получить деньги. Я вам клянусь, я об этом думала. Поэтому и не открыла. Поэтому и не открыла, потому что я не могу. И не открытым людям. Да. Контроль. Контроль. Потому что сердце закрыто. У меня же закрытое суть. Давайте трансформируем контроль и закончим эфир. Давай. Давай. Тебе отвечать на вопросы, наверное, надо. Нет, вопросы вы мне зададите, все, что вы хотите нам задать втроим. Задавайте вопросы под видео, когда я его сохраню, потому что сейчас, когда сохраню, это все пропадет, то, что вы писали. Естественно, мы отсюда не видим, что вы писали. Мы, к сожалению, не видим. Не то, что не хотим. Очень далеко телефон, и мы, да, не увидим. Эфир сейчас сохраню, и все, что вы хотите, напишите, пожалуйста, и поотвечаем на вопросы. Девочки тоже возьмут мой аккаунт, зайдут и тоже поотвечают. Девчонки прокачанные. Мы можем каждой ответить на вопросы, если вам интересно. Что я хотела сказать? Давайте быстренько трансформируем контроль. Контроль — это чувство обладания, да, и куда оно пойдет, куда оно... То есть это такое чувство, вы понимаете этот контроль. Если мы контролируем жизнь, если мы контролируем вещи, если мы контролируем людей, неважно, все, что вовне мы пытаемся контролировать, это все ведет к остановке, ну, к смерти, да, там, тра-та-та, к разрушению, к саморазрушению. Как использовать контроль во благо? Не просто так. Мы учились этому. То есть все, что нам дано, как творца, да, все, что есть, оно просто есть, нужно просто научиться этого использовать. Если мы контроль используем, контролировать себя, не внешне, не жизнь. Жизнь должна идти самотеком, складываться, как Ирина говорила, по тем обстоятельствам, да, вот как думаешь перед тем, как подумать, чтобы сделать выбор, который... Думаешь перед тем, как подумать. Да, думаешь перед тем, как подумать. То есть надо стоять выше своих мыслей, своих слов и своих действий. Если мы контролируем себя и понимаем, разрушает это, либо это созидание, да. То есть я контролирую свои мысли. Во благо это мне или в разрушение. Тогда все с этим в порядке. То есть контроль нужен для того, чтобы контролировать. Умираю я, либо двигаюсь. Генерирую я энергию. Работаю я для себя, для удовольствия, либо я отдаю эту энергию, сливаю на работе. То есть важно, что бы я ни делала. Поняла? Контроль я не даю новому. Я запрещаю новое. Я хочу контролировать. Я контролирую над контролем. Контролирую контрольство. Я не даю новое. Новому сложно прийти, если я пытаюсь все проконтролировать. Конечно, новое никогда не придет. Потому что контроль это пошаговый план, который ты придерживаешься. У тебя есть определенная дорожка, определенные цели, шаги. И ты вот прям контролируешь, чтобы идти по этим ступенькам. А твои желания вон вокруг тебя целая куча, а ты уводишь себя своим контролем, потому что ум опирается на старое, а в старом ты не достигла то, что ты хочешь. Все, что ты хочешь, оно лежит в новом. А ум еще нового не знает, он его еще не изучил. Нужно отдаться потоку жизни, и жизнь тут же приведет тебя к твоим желаниям. Но ты контролируешь пошаговую инструкцию свою, планы, которые ум нарисовал по старым действиям, то все, твое желание, оно никак не достигаем. Очень, я могу от себя сказать, это очень страшно, когда ты всю жизнь ревнив, ревнив настолько, что я подруг ревновала, когда они без меня ходили тусоваться. Ужас. И я в это вступаю потихоньку, на самом деле, и это очень сложно. Отпускай, и тогда будет все складываться. Все складывается очень хорошо, прекрасно все складывается. Но как это, в смысле, а что, не проверить там в WhatsApp, когда кто заходил? Контролируй, проверьте или не проверить. Так, не проверить, все. Вот, отпускаем. Лучше проверь себя. Лучше проверь себя, чем WhatsApp вот этот. Вот так мы должны трансформировать все. Любую деструктивную. Действие, эмоции, эмоции, качество, желание. Все, что угодно. Мы должны найти способ применения во благо, в созидание, в генерацию энергию, в радость, потому что это нельзя отрицать. Грусть нельзя отрицать, черепогодие нельзя отрицать. Как можно по-другому кушать, чтобы это было во благо, а не во вред? Как можно по-другому грустить, чтобы это не во вред было, а во благо? Как можно по-другому реновать? ведь все-таки ревность это нехороших неплохих можно сделать потому что ты ревностный к своему развитию можно ревностных своему здоровью ты ревна своему телу ты рез ревностный к себе к любви к себе ты растешь в этом когда ты ревностно относишься к себе то есть потому что я совсем качеством ты не отрицаешь это качество совсем нет я транслирую ревность вовне потому что мало даю ревности себе вы видите жадность вы ненавидите жадность потому что вы неправильно и используете как только вы поймете как использовать жадность жадность до знаний до любви до жизни до чистого воздуха до даника здесь сейчас понимаете вот тогда жадные люди перестанут вам транслировать и показывать вот посмотри сюда то есть вам нужно каждое качество которое вам не нравится трансформировать в для себя как называется в талант 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 это не принятые достоинства ой недостатки не оцененные достатки все ребят через 12 минут у меня будет движение сердца заходите в чат ищите 17 блок чат в шапке профиля 17 блок там описание что нужно делать 30 минут медитация вы дома отключаете интернет телефон телевизор музыку все что угодно хотя классическую музыку можно в принципе включить садитесь не лежите потому что заснете мозг после моей телепатии после моего телепатического сеанса он начинает отключаться потому что не вывозит и вы заснете сидя или стоя вы хотя бы проконтролируете свое сознание и вам нужно закрыть глаза и просто дышать и там будет небольшая инструкция какой посыл мы должны сделать этому миру и когда вы пройдете хотя бы несколько сеансов вы увидите как ваша реальность начинает меняться и как ваше сознание начинает просыпаться ваше тело начинает просыпаться ваша чувствительность к миру просыпаться будет 10 минут осталось спасибо вам за компанию за пока пока вечер еще раз напомню нелли ирина и марина я отмечу аккаунты девчонок если интересно пишите свои желания и совершения и еще раз в посте к видео сейчас опишем хэштег и что нам нужно будет с вами желательно пост но stories тоже подойдет на stories имеет срок все отключать спасибо вам большое все что вы здесь писали продублируйте пожалуйста пожалуйста очень рада было вас всех видеть и с нами целый час или больше было больше 100 человек да круто